Всем привет, дорогие друзья! С вами Каван Дитол и мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике мы играем за ваши составы. Составы наших подписчиков. И конечно же мы играем на нашем топовом аккаунте сотового уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи. Они полностью прокачаны и все сотового уровня. Да, ребята, кто хочет такой же мощный аккаунт, кучу баксов, анагена, сотовый уровень аккаунта, любого персонажа, ссылочка есть в описании на нашего подписчика, пишите ему и он вкачает вам аккаунт. Говорите, что вы от команды Дитол и вам будет бонус, количество бонусов ограничено, так что успейте их получить. А мы погнали в бой! Да, мы погнали в турнирную арену. Лигу мастеров в команде Дитол так всегда на первом месте и сейчас мы готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а это будет у нас Лев Рук. Может Лес Рук? Или Лев Рук? Ну, круто, короче. Ставим лайк и сердечко, конечно. Привет! Я поставил лайк, подписался, смотрю вас уже пять лет. Мой состав загадка. Мозг в животе. Мозг в животе? Ну, Грэн, конечно. Ну, это Грэн, конечно, да. Так, крыса с палкой и тигр. Тигр, 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 тигр. Сейчас мы заберем. Так, крыса с палкой. Причем тигр у нас с Маликом. Вот. Ну, вот, тигр отлично. Крыса с палкой всегда в начале, потому что это сплинт. Сэмсэй! Да, мастер-мышь, ребята, поехали в бой. Не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно обязательно поделиться, кнопочка поделиться прямо под видео есть. Делитесь со своими друзьями в соцсетях, ставьте лайк и пишите три загадочки в комментариях, а мы будем их разгадывать уже в следующем видео, потому что вы в него попадете. Так, ну что же, погнали у нас здесь Бибу пророзвенький, вот этот крыльчонок, давай с него начинайте. Слушай, как далеко они стоят? Они где-то в тени, вообще непонятно, что с ними происходит. Давай, что у нас здесь мощное? Заморозочка, да? Давай заморозочку. Давай, попробуем. Ну-ка. Главное, массовую атаку не применить, а то ой-ой-ой-ой, нельзя, ребята. Массовые атаки мы не используем, потому что они очень мощные. Так, и обычная атака у нас от Крынга. Чек. Так, что-то как-то, я думал, помощнее будет. Все, обычным пальцем добивает Сенсей, и мы побеждаем нашего хиллера. Избавились, ребята. Первым делом, все время избавляйтесь от хиллера, ну вы знаете. Так, отлично. И контратака от Сенсея. Да, контратака от Сенсея. Тигра получает очень слабенько, если честно, мог бы и посильнее у нас Бибов атаковать, но кто у нас следующий? Оп, массовая, массовая атака, и контратака полетела. Да, конечно же. Сразу же Сенсей контратакует. Так, и теперь Крэнк по Доне, да? Так, Крэнк, наверное, хотя Кролики поопаснее будет. Давай по Кроликам бахнем. Ну давай. Кролики просто сейчас там еще не использовали Кроллбота, а это... Чиревато, чиревато. Оп, все, Кроликов нет. Отлично. И теперь Тигрин и Коготи Мачете используют свою, и надо Доне все-таки выбивать. О, постепенный урон. Интересно, добьет его постепенный урон или нет? Вот это очень интересный вопрос. Я думаю, что добьет, да. Не успел договорить, он уже добил. Да, а если Доктор Роквилли у нас сейчас получит от Крэнга? Да, вот так вот слабенько всего лишь на половинку хэлсов, и я думаю, мощный добьем его просто сразу же сходу, чтобы, оп, не мешал. Так, отлично. И Биба подстался у нас массовую атаку от Тигры. Да, массовую атаку закидываем. И Биба еще атакует... Ух ты, оглушил, оглушил крап. Да, вот так вот, ребята. Но защита на минимуме, и мы сейчас хорошенечко вот так вот по три тысячи. Слушай, ну много у него хэлсов. Уже сколько мы ударили? Уже три раза по три тысячи. Прям серьезный противник этот Бибончик. Согласен. Так, и надо добивать. Надо добивать Биба по 3-3-7-8, и это победа. Да, ребята, шикарная, идеальная победа. Красавчики, хороший составчик, хорошие загадочки. И у нас следующий подписчик, это Илья Кузнецов. Я все сделал. Подпискал лайк, отправил другу, колокольчик нажал. Загадки. Умная макака. Есть такая у нас. Сейчас мы ее возьмем. Да, умная макака. Хоккеист и бывший друг Майки. Бывший друг? Интересно, бывший друг Майки. Кто это, интересно, бывший друг? Ах ты ж бывший друг Майки. То есть он был его другом и переслал быть его другом. Да получается так. Умная макака. Так, с нее начнем. Где этот злобный доктор Роквилек? Сейчас мы тебя найдем. Слушай, кажется, он там был, уже его пропустил, нет? Не знаю. Мне кажется, пропустил. Так, хоккеист у нас есть. Хоккеиста возьмем. Да, пропустил, слушай. Кейс Джонс. Да, Кейси. Слушай, бывший друг Майки. Это кто ж такой, бывший друг Майки? Это очень странная, сложная загадка. А где хоккеист у нас? Не знаю, может это Монда Гека? Хотя нигде нет, не знаю. Не знаю, давай выберем кого-нибудь, чтобы... Давай крокодила возьмем. О, точно, кстати говоря, неплохая идея. Вот доктор Роквилек у нас есть. Крокодила возьмем. И хоккеиста. Слушай, я ни одного хоккеиста не увидел. Кейси Джонс? Да, я что. Вот он Кейси Джонс был, ты вырастал. Да, а, точно, слушай. Все, погнали. Я просматриваю его, просматриваю. Я думал, он там чуть подальше. Даже не надеялся, что он впереди. Ребят, не забывайте делиться этим видео, ставить, естественно, лайки и писать ваши загадки в комментариях. Тогда попадете в виду. Пари, Майкер, два на атаке, прием, начинает бой, но всего лишь... Но он его спинку почесал. Попадает, только по Майке такой. Он спинку почесал ему. Там вообще незаметно, что там вообще произошло. Давай ему телекинезиком так бахнем, чтобы он прям собрался, собрался и лучше ударил в следующий раз. 2 900 и... Шайбу, 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 мощный, отобьем. Шайбу, бам! 3 600, вот это хорошо. И обычный хвост, хвост от крокодильчика. Тоже неплохо. Хорошо. Так, ну что у нас теперь сенсей? Сенсей вешает положительные пафы для своих союзников. О, защита, контратака, лечение. Слушай, очень неплохо, кстати говоря, он повесил. Обычно это способность такая бесполезная, а здесь прям попало, прям у него совпало как надо. Так, Донни. Мячик свой заряжает, и доктор Роккель сейчас... Давай по Донни атаковать, наверное. Ну давай. По какому? И не, по обычному измуртика. По обычному? Ну давай. Что мы тут? Медитировать можем, да? Улучшаем защиту союзников. Не, это что-то не то. Нет, улучшение защиты и масса осталось, поэтому обычную атаку юзаем. Перчаточку? Да, да, перчаточку. Давай прям электричеством хорошенечко так... И скорость понизила. Да, хорош. И может последним союзник способность была. А, этого... Дроида ему отдать роботика. Ну да, можно было, кстати говоря. Ну не факт, что она сильнее, кстати. Ну такая... Так, ну что же, и теперь в гидру летит... Да, клюшкой бам и добиваем. Все, отлично. И мощная атака у нас осталась. Здесь телекинеза нету, только руки. Здесь контратака. Давай вот здесь по защите. Блин, приходится по защите бить, да? Не очень приятно по защите. Давай мощную атаку. Да вон, смотри, нормально. Слушай, я обычно, кстати говоря, неплохо получилось. Хвост тоже мощный. Я же говорю, она такая... Это массово, необычная использована. Ну у нас всего того, и того контратака, что лучше бы сенсею здесь повышенная вообще атака. Хотя совсем мало нанес урона. Да совсем мало. Доктор Роккель, мне кажется, так сильно не ударит. Он хорош, не знаю в чем. В телекинезе хорош. Вот. Это его фишка. Так, Раф у нас атакует и... Смотри, мы скоро потеряем, похоже, дело. Не, не потеряем. Никого не потеряем. Все будет вообще шикарно, хорошо. Мы сейчас вот так вот лапами добьем Рафика. Рафика клюшкой его добьем. Остается сенсей один. Ему как раз дадим вот этого дроида. Так, ну-ка, хорошая атака. И... 3-800. Под защиту вообще 77 всего лишь. Смотри, мимо промахивается сенсей, вообще ничего не может. Смотри, последнюю атаку. Наконец-то мы используем эту массовую. Добиваем, нет? 3-800. Ну, постепенно и... Шайбу, клюшку, гайку. Забыл, как она называется. Ну, шайбу, да? Давай, давай. Забиваем гол. Да, забили гол. И отправляемся дальше, ребята. А у нас составчик от Артёма Сочнёва. Или Сочнёва. Не знаю, как точно, Артёмыч, тебе лайк и сердечко. Мой состав-загадка. Огненная черепаха, робот Донателло и когтистый брат Сплинтера. Вот это интересно. Когтистый брат Сплинтера. Ну, это супер шедер, похоже. Ну да, когтистого у нас только один. Вот он. Вот он, когтистый. Так, огненная черепашка – это Раф из видения. Робот Донателло. Вот этот робот Донателло. Хорошо, здесь ответы есть. Это железная голова, ребята. Вы представляете? Робот Донателло – это железная голова. Ну да, получается, Донателло же создал себе робота. Вот он и есть. Не, понятно. Просто оно же, видишь, когда ты читаешь это. Некоторые писали Донателло робот. Или как-то ещё, помнишь, в прошлый раз. И, ну, непонятно, какой Донателло. Да, какой? Да, Терминатор Донателло, да. Непонятно, что за Терминатор-то Донателло. У нас все Дони непонятные. Ну, они обычные. Терминатор. Так, погнали, давай берём. Так, робот Донателло, как видишь, так, огненная черепашка, да, 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 всё-всё-всё-всё-всё. Помнил, вот. Наров видение, вот. Так, сейчас у меня позалетают. Тут опять куча друзей. Робот Донателло где-то был здесь. Вот, наконец-то, ребята, поехали в бой. Отличный состав. Не забывайте делиться видео, писать свои загадки в комментариях, конечно, поставить лайк, чтобы попасть в видео. Всё очень просто. Так, смотри, у нас здесь майки. Давай с него начнём справа, самый правый. Хорошую атаку от нашего Супер Шедера. Да, когтями, ребята, сразу мощно, сильно. И 3-700. На самом деле, неплохо. Майки танцуют, конечно же, атаку повышает. Ну-ка, смотрим. Ну, конечно же, да. Двойной, давай, активируем, да. Двойная будет хорошо, потому что у Шредера у нас только получается одна атака, ну, самая обычная, первая. А двойную не активировала, да что ж ты. К сожалению. Так, массовая атака, вот, Тони летит. Ну, слабенько. Мимо слабенько, да, что-то не зашел. Что-то очень слабенько. А так, здесь на защите. Давай в баню, стиранка, вот прям поджарь. О, не, у нас двойная же есть. Двойная очень хорошо. Давай, так, хорошо. Смотри, на повышенный. Отлично. Ух, кто же на тебя удивится. Робот. Донателло. Вот это ты бьешь, конечно. Сэнсэй у нас повесил бафы, и теперь я Рафа буду атаковать, да? Ну, а что делать? Рафа придется атаковать, у него нету, нету ничего, чтобы нам могло помешать это сделать. Так. Давай двойную атаку. Да, двойную, поехали. Добиваем. Все очень просто. Раз, два, и враг побежден. Ну что, под защиту полез? Донни тоже двойную атаку, и надеюсь, нет, не было второго такого удара мощного. Ну, тут защиты, видишь, защиты бы не было, но, конечно, железноголовый хорошо бьет, да, очень мощно дал. Ваню, стиранка, просто забил руками. Так, ну что, мастовая атака от нашего супершедера. Погнали когти, ребята, когтистый друг. Вот он, почему он называется когтистым, потому что вот эти огромные когти, шипы у него везде торчат, и торнадо. И торнадо. Огненная торнадо. Это прям вот такое красивое. Часто, круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда DTOL, до новых встреч в новых видео, пока. Пока.